Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас с вами следующая серия Кали Зов тьмы. И в первую очередь у меня к вам вопрос. С вами когда-либо происходило что-то мистическое? Если да, то обязательно напишите об этом в комментарии под видео, а мы с вами начинаем. Ставьте лайки, ставьте! Серия тринадцатая. Она является как пауком, так и сотканной паутиной. Она опутывает существа своими нитями, и она же дарует полное освобождение. Ну что ж, мы заинтригованы. Глава тринадцать. Место, где танцуют махакалии. Осторожно, в главе присутствуют сцены насилия, убийств, страданий. Ну, собственно, как и в каждой главе Кали Зов тьмы, а также описание смерти основных персонажей. Пожалуйста, читайте дальше с осторожностью. На несколько секунд коридор наполнила тишина. Добив последних сопротивляющихся, мужчины тяжело дышали, переглядываясь. Тела, брызги крови на стенах, запах железа и ощущение неизбежного конца. В центре этого месива сидела я, целиком увязшая в чужих страданиях. Было тяжело и страшно. Они безумны. Иерархия нарушена, раздирают друг друга как звери. Дэвдаст больше не способен управлять городом так, как положено, если вообще мог. И вот результаты. Люди сходят с ума. Я думаю, только басу под силу управлять людьми. Здесь нужен порядок. Ну, слушайте, только басу управлять под силу, ну это какое-то тоже такое, знаете, эго раздутое. Мне кажется, здесь нужен порядок. Надеюсь, совместными усилиями мы сможем вернуть обществу его целостность и иерархию. Молодые правители поймут, что хаос рождает только кровь, боль и потери. Они будут спокойнее и умнее. Ко мне тут же бросился Киллиан. Выбор повлияет на сюжет. Ну, не знаю, как повлияет, ребят. Мне уже хочется просто, чтобы эта история как-нибудь хорошо закончилась. Цела. Он присел на корточке, озабоченно глядя на мое лицо. Там они забрали его. Не волнуйся, сейчас пойдем туда. Лайтвуд помог мне и отвел в другую часть коридора, где было меньше крови. Там я вновь осела на пол. Блин, она же не спала толком. Рядом оказался Амрит. Он опустился на колени передо мной. Мягко вытер кровь с моих губ, затем с презрением окинул взглядом лежащие вокруг тела. Как ты себя чувствуешь? Они еще что-нибудь тебе сделали? Это не важно. Мы должны пойти в подземелье. Оно ведь здесь. Никаких мы, Амала. Сначала они, потом уже ты и я. Что это значит? Вы хотите пойти туда разбираться, а меня оставить тут одну сходить с ума? Тише. Никто ничего подобного не сказал. Слушайте, ну мне, конечно, нравится, что все трое как бы бросили все свои силы на то, чтобы помочь Амале. Молодцы, ребята. Киллиан и Амрит возьмут людей и пойдут первыми. Мы не знаем, как отреагирует Вимал. В случае чего они примут на себя первый удар, затем явимся и мы с тобой. Никто и не думал удерживать тебя, но так будет разумнее. А, хорошо. Я растерянно кивнула в попытке взять себя в руки. Если я хочу помочь брату или имя, то не стоит прогибать, погибать в первые же несколько минут. Идем тогда. Поэтому мы отправляем, типа, Киллиана, Амрита. Идите вы туда первые. Да, поторопимся. Амрит указал своим людям в нужную сторону. Среди безлика одетых мужчин мелькали те, кто выглядел побогаче. Я сообразила, что некоторые из них были представителями знатных семей. Амрит призвал лояльность, лояльную знать на помощь. Кто с ним? Должно быть Райт Хаккорд Дикшит. Эти фамилии я видела на полотне. Многие с интересом рассматривали меня, но старались делать это не слишком явно. Они помнили госпожу, которую Давда Сдубей представил на приеме и сравнивали ее со мной. Та была красивая, статная. А эта лежит в грязи, крови, трясется от страха. Ну, как бы и ситуация, знаете ли, поменялась. Будь послушная, мало. Сейчас совершенно не тот момент, чтобы проявлять твою уникальную храбрость. Находишь в себе силы шутить? Предупреждаю. Если ослушаешься и явишься в зал раньше времени, я не смогу помочь твоему брату. Из-за того, что буду беспокоиться лишь о тебе. Ну, он прав. Надо тут тоже как бы силой распределить. Если нужно спасать братца, то сначала его, да. Лайтвуд не хотел все это слушать, поэтому молча последовала за людьми в подземелье. Рейтен тактично отошел к окну, прекрасно понимая, чего хочет Дубей. Это слишком личное. Посмотреть на меня еще раз. Проститься, что ли. Амриту просто нужна была минута. Амрит помог мне подняться. Он держал меня за руку, когда я вставала. Зелено-голубые глаза будто потемнели. Как все до абсурда не вовремя. Он чуть сжал мою ладонь. Я приблизилась к нему, пытаясь заглянуть в его лицо. В чем дело? Что? Амрит усмехнулся, покачав головой, поднес мою руку к своим губам и мягко ее поцеловал. Нет, на самом деле все вовремя. Кто, как не мы, сделает это именно при таких обстоятельствах? Да, о чем ты говоришь, Амрит? У тебя что это? Что-то ты не вовремя. Ты что хочешь сделать? Одну секунду, Махарани. Я тебе покажу. Дубей выудил из кармана маленькую коробочку из знакомого красного бархата. Протянул ее мне, кивнув. Взгляни. Он открыл ее. Внутри красовалось дорогое антикварное кольцо. Кольцо госпожи Дубей. Это тигр? Лев? Или кто? Ну, слушайте, необычно. Вот что я хочу сказать, это очень необычно. Да. Это не совсем то, что ты думаешь. Вернее, это оно. На пудже я хотела официально попросить тебя стать моей госпожой Басу Дубей. Но сегодня это уже не имеет значения. Сейчас вообще ничего не имеет значения, кроме того, что происходит в подземелье. Но в другом месте и при других обстоятельствах я бы... Верно. Поэтому я попрошу о другом. Он посмотрел мне в глаза. Это кольцо моей матери. Фамильное, которое носит каждая старшая госпожа Дубей из поколения в поколение. Если ты наденешь его, я приму это как знак, что ты почти примкнула к моей семье. Это звучало романтично, пока Амрит не добавил. Я могу погибнуть сегодня. И тогда ты будешь обладать властью обоих родов. Нет, конечно, он выбрал вовремя. Конечно. Вот просто вовремя решил сделать предложение. Типа, ты станешь моей женой. Мы, правда, сейчас можем погибнуть, потому что фиг пойми, что происходит. Но давай ты станешь моей женой. Романтик. Что сказать? Романтик. На самом деле, с первых встреч с Амритом в игре, мое отношение к нему, конечно, поменялось. Он стал более каким-то интересным, что ли. Хотя внешне по-прежнему он мне напоминает какую-то куклу. Ну, типа, слишком смазливый. Но, с другой стороны, если у него красивая душа, несмотря на то, скольких людей он мочканул, ну, это вроде как было во благо, ладно, опустим это. Все сложилось бы иначе, будь у тебя другая фамилия. Но ты басу и имеешь право вести за собой всех, даже мужчин. И Космокод пришел в знак согласия. Да? Ну, что, примем предложение Амрита? Они все подчинятся тебе, если увидят фамильную реликвию. Не говори такое. Ты сводишь все к политике? Амала, мы самые влиятельные наследники. Это наша обязанность. Это твое место по праву. Кто поведет их, если меня не станет? Прошу, Амала, будь главной госпожой Бенгалии и моего сердца. Ну, 96 алмазов, я согласна, да? Или это слишком большая ноша? Ох. Ну, если бы мы по фану играли, я бы, конечно, выбрала это слишком большая ноша. Потому что, ну, как ты тут, не знаю, это так странно. Вы бы хотели получить предложение руки и сердца при таких обстоятельствах, м? Ты бы хотел? Ты хотел бы? Ты хотел? Ладно, я согласна. 96 алмазиков. Это прозвучало вымученно и без особого желания. В любой другой обстановке я наверняка была бы счастлива. Но Амрит буквально сказал, займи мое место, если я сегодня умру. Я не хотела знать даже об одном проценте такой вероятности. Однако я не маленькая девочка и не могу себе позволить поддаваться чувствам и бестолковому страху. Вот в этом я, наверное, завидую Амале. Какая она молодец. Тут тоже такой к вам вопрос. Вот вы чувствительный человек? Вот конкретно ты чувствительный человек или нет? Потому что я, да, и у меня чувства... Ну, я не могу их куда-то запихнуть совсем глубоко, чтобы мыслить только логически. Ну, вот как-то так. Я займу твое место, если сегодня что-нибудь случится. Спасибо. Это делает тебя еще более потрясающей в моих глазах. Но больше всего я хочу быть с тобой. Амрит провел пальцами по моим волосам. Я знаю. Надеюсь, судьба приберегла нам места рядом друг с другом. Я с интересом взяла реликвию, рассмотрев ее со всех сторон. Разумеется, это был анартозит. Но минералы окружали бриллианты в золотой окантовке. Кольцо стоило целое состояние. Бесценное. Береги его. Наденешь позже. Мало ли, что нам сегодня предстоит. Увидимся в подземелье, моя госпожа. Амрит хочет видеть тебя не только своей женой, но и главной госпожой Бенгалии. Дубей смазанно поцеловал меня в уголок губ, чтобы не задеть рану. А затем ушел за Киллианом следом. Я забеспокоилась, посмотрела на Рейтона. Теперь просто ждать. Когда мы сможем туда войти? Ш-ш-ш-ш. Скоро. Забираешь жизнь другого. Куда она его прятала? Я закрыла лицо руками. Моральные силы были уже на исходе. Перед глазами стояла пелена тем временем в подземелье. Удар здорово оглушила, а затем, кажется, Кира на чем-то опоили. На вкус это было точь-в-точь гаденькая варева миссис Чаухан, которую она подслащала масалой. По бокам стояли двое мужчин, стерегли его. Но руки Кира были свободны. Он коснулся виска и дернулся. Видимо, его голова раскалывалась от боли. Ничего, сейчас быстро оклемаюсь. Он уже мог различать предметы и людей. И теперь я отчетливо видел, что находился в каком-то подземелье, наполненном людьми в красных плащах. Ла-ла. Сам Киран сидел на неком возвышении у алтаря. Сбоку была подавленная лима, которая будто не могла поверить в происходящее. Блин, ну да. Там лима, конечно, выглядит ужасно. Там столько черепов, благовоний. Так, лима дрожит. Поддержать ее за 18 алмазов, конечно, да. Давайте поддержим. Эй, лима. Она резко подняла голову, услышав родной язык. Ага. Я здесь. Она повернулась к нему. Мужчины, что стояли по бокам, от нее недовольно зыркнули. Она ничего такого не делала, но им и не нужен был повод, чтобы применить насилие. Киран, какого черта здесь происходит? Они хотят... хотят нас... Кто-то рявкнул, чтобы Киран закрыл рот. Прикинусь тупым. Не понимаю я ваш чертов язык. Хочешь заткнуть меня, изъясняйся на английском. Киран сделал растерянное лицо, затем вновь повернулся к лиме и спешно прошептал. Да, но знаешь, этого точно не случится, я уверен. Почему? Ты видела переполох в дубейском доме? Они это так не оставят. И вообще, ты знакома с моей сестрой? Она здесь все перевернет, когда будет нас искать, никому из них не жить. Я ее знаю. Я в это верю. Последние слова вдруг породили мысль, что, мало быть, может, находится ровно в таком же положении, если не хуже. И даже ее безумного рвения не хватит, чтобы выкарабкаться. Теперь уже Лима заметила, что мальчик поник. Несмотря на то, как много на него свалилось, он все равно пытался приподрить ее. Не заняться собой, не поддаться истерике. Он заметил, что ей плохо и постарался подыскать верные слова. Это ее очень тронуло. Ты прав. Ее не остановить. Никогда не получалось. Верно. Мужчина грубо пихнул Кирана в плечо. Ребятам пришлось замолкнуть. В это время пространство рассек громогласный знакомый голос. Единственный выход. Если она так, то опустит Кали Югу на человечество. Не должно ли ее отдать темной матери? Махакали хочет ее. Пусть же забирает себе. Ее кровь напитает и насытит мать еще на многие десятилетия вперед. Со всех сторон послушались одобрительные возгласы психопатов. То ли Киран слишком многое пережил за последние дни, то ли растерял остатки разума после удара, но ему было уже не так страшно. Тревожно. Да. От напряжения сковало мышцы. Но это не назвать страхом. Наверное, эту черту Киран перенял у всех остальных. Не паниковать, а действовать, искать выход из ситуации. Он посмотрел на Вимала. Смерть мессии, смерть басу. В руках он держал какой-то неприметный клинок. Киран удивился, что такой важный человек гуляет со столь ничтожным орудием. Вимал продолжал. Ты забрала младший клинок ДБФ. Вимал довольствуется обычным журеческим кинжалом. Лузер. И шо сказать? Лузер. Эти падшие женщины бежали с родной земли. Мы два года искали их по всей Индии. И лишь когда родилась мессия, брахманический род Дубэя все почувствовал и понял. Женщин басу в стране нет. В предзнаменовании говорится о мессии смешанной крови. Это значит лишь одно. В этот момент Кирану опустилась Приянка, заботливо приговаривая. Потерпи, сыночек, скоро закончим. Зачем ты это делаешь? Ты ведь знаешь, я никогда не буду тебя сыном. Ты нет, но твоя энергия мне понадобится. Приянка сжимала в руках горшочек с отваром. Вдруг она неожиданно дернулась. Больная женщина. Отойди от него, дрянь! Лима грубо пнула ее. Ах! Лима! Гадкая сучка! Чего они все так сквернословят? Это ненормально. Приянка сделала лишь шаг, но Киран зарычал. Отойди от нее, иначе пожалеешь. Он произнес это с такой злобой, что внутри Приянка ощутила неприятное тепло. Она сжала пальцы на груди, смяв ткань саре и попятилась. Ух, исправим, мы все исправим. Лима удивленно повернулась к Кирану. Что за тон? Что за слова? Это было на него не похоже. Почему Приянка послушалась его? У меня крыша от нее едет. Я становлюсь таким злым. Проклятики Кирана еще теплятся в душе Приянки. Лима избежала удара. Ну, хоть как-то мы помогли, ребят. Тирада продолжалась. Брату понадобилось два года, чтобы начать поиски и принять решение наказать Ротбасу. Вы помните священный 57-й? Люди в зале взрывели. Он был слишком труслив, чтобы исполнить свой приговор. Вам нужен тот, кто без колебаний поведет дюжину вперед. И Вимала перебил грохот, раздавшийся в конце зала. Ну, да, в помещение вошла группа людей с двумя мужчинами во главе. Киран! Амрид, все кончено? Амрид начал медленно и громко хлопать. Какая речь! Дядюшка, ты всегда был таким бесталантным оратором. Мой племянник сам пришел и положил голову на гильотину. Не терпится убить меня. Люди Вимала расступились. Они никого не тронут без приказа. Люди Амриды также послушно следовали за ним. Амрид окинул всех взглядом. Ребята, я чувствую, сейчас всем будет просто. Сейчас всем будет. Вы этого хотите? Беспринципного правителя? Сильного правителя? Твой отец таким не является? Посмотрите, кто это ставит на алтаре рядом с жертвами? Не как шудры? Ваш правитель загнал касту слуг на священный алтарь Махадеви, где есть место лишь жрецам и жертвам. Амрид говорил о четырех охранниках рядом с Лимой и Кираном. Вот почему никто не смеет заходить на алтарь. Им просто нельзя. Но что насчет этих? Вимал вертит правилами, как ему удобно. Ты спросил разрешение у отца, прежде чем явиться на собственную смерть, а? Я глава Дубеев, дюжина и культа, и у меня хватит сил казнить предателя. Тебя расстроило, что отец не смог исполнить свой же приговор? Что ж, зато я смогу. Выношу тебе от своего имени смертный приговор. Вероломство за спиной непростительно. Глава! Неужели Удовда схватила ума расслабить тиски, передать место кому поумнее? Я сам забрал то, что мое. По залу прокатилась волна шепота. Люди были впечатлены исходом, некоторые засомневались в выборе своей стороны. Ты действительно веришь, что я тебя не убью? А Вимал-то прям как жених. Такой весь виби, а он такой красивый и тошно. Тьфу. Как думаешь, почему твой отец поручил расправиться с родовым гнездом именно мне? Почему я, не дрогнув, перерезал горло своей подруге детства? Джатсана умоляла о пощаде. Я бываю жестоко непреклонен. Уж таков родился. Он как будто этим гордится, прикиньте, просто. Перерезал. Перерезал горло его матери. После непродолжительного ступора Керана накрыли тяжелые эмоции, которые он был не в состоянии разобрать. Но самой яркой была ярость. Он неожиданно брыкнулся и закричал. Это ты? Это ты ее убил? Убийца! Керан, не провоцируй их! Тихо, малыш! Приянка шизанулась, кажется, реально. Приянка попыталась его успокоить, но Керан стал дергаться, пинаться и одним из ударов выбил ногой из ее рук горшок с отваром, который тотчас грохотом рухнул на каменный пол, а все гадкое варьво расплескалось по поверхности. Отвар! Ты отродье! Слуги грубо усмирили его и усадили обратно. Тем временем Амрит уже пошел дальше. Керан был рядом, наблюдал за всеми и ожидал сигнала. И ты гордишься этим? Лишь объясню очевидное. Все, кто пойдет против, падут следом за мессией и двумя жертвами. Дерзай! Сказала откуда-то Амала. Несколько десятков лис повернулись на голос. Я стояла у входа в подземелье, борясь с внутренним ужасом от мысли, что оказалось в собственном кошмаре. Он снился мне множество раз. Я знала, сколько крови и тел здесь было, сколько вопли наслушались древние стены. Но перед смертью я перегрызу тебе горло. Посмотрим, получится ли. Убивать тех, кто слабее в твоем стиле. Вот, наверное, так. Убивать тех, кто слабее в твоем стиле. Ты жалок. И никакие помпезные речи о великой мести не смоют с тебя эту грязь. Мне нужно было двигаться вперед. Я будто добровольно шла в свой кошмар. И, кстати, правильно делает. Если вы чего-то боитесь, идите навстречу страху. Ваш личный коуч. Ну, серьезно. Когда-то я боялась высоты. Ну, точнее, это не страх высоты. А, знаете, ну, как бы... Когда ты стоишь где-то высоко, ты боишься свалиться. Вот. Наверное, дело в том, что мы прыгали с крыш в детстве. Не знаю зачем. Просто психи были. Вот. И я просто пошла в свой страх. И в какой-то момент перестала бояться высоты. В целом, я его как бы преодолела. И стала наслаждаться там, типа, знаете, аттракционами. Где супер высоко поднимаешься, а-ля Биг Бен. Вообще дико боялась его. Вот. Там, полетами и так далее. Спокойный голос наставлял. Не бойся, иди вперед. Я сделала шаг второй. Затем уверенно направилась дальше. Амрит едва слышно произнес, когда я оказалась рядом. Слишком рано. Ничего ж та была не рано. Все вокруг были на взводе. Я не смогла сходу определить, за кем было численное превосходство. На стороне Вимала, очевидно, Чоухан, Банаджи, Прасат и еще незнакомые мне семьи и подручные. Обычные наемные рабочие были в безликих одеждах, а знать укрывали красные плащи, из-под которых торчали цветные шервани. Схожая ситуация была со стороны Амрита, но представители дюжины открыто показали, кто они такие. Сама пришла? Удобно. Располагайся, Амала, твое место в первом ряду. Все снова шло к бойне. Но она обещала стать финальной. На решение оставалось лишь несколько секунд. Киллиан, стоявший неподалеку, тихо бросил мне. Не делай глупостей. Нужно преимущество хоть какое-то. Загнать их в угол, как крыс. И как же она это сделает? В темных углах им самое место. Предатели и заговорщики не нужны нашему обществу. Дюжина будет вершить правосудие над теми, кто выживет. Попробую отвлечь его. Амриту намекну, чтобы действовал. Я не знала, получится ли у меня. Самым важным сейчас было оставаться спокойной. Ведь я видела их. Киран или ему у алтаря. Даже не рядом. А вот уже сидят готовые к... Нет, этого не случится. Пальцами я незаметно коснулась руки Дубея. Понадеялась на нашу связь. Пусть почувствует мою надежду и смятение. Он внимательно наблюдал за мной. Они не посмеют перебить меня. Никто отсюда не выйдет живым, пока мы все не решим. Запугивай меня сколько захочешь. Ты делаешь это лишь потому, что боишься. Амриту много времени не потребовалось, чтобы понять, к чему весь этот спектакль. Никто отсюда не выйдет живым. Выходы. Перекрой выходы. Он сделал вкратчивый шаг назад. На него не обращали внимания. Все наблюдали за разговором Вимала и Мессии. Я повысила голос, махнув руками. Разве этого вы хотите? Следовать за тем, кто готов убивать своих родных и друзей ради власти? Ваше благополучие ему безразлично. Он преследует лишь свои цели. Чтобы делами управлял младший Дубей, боги будут смеяться над нами. Над тобой никто смеяться не будет, Амала. К тому моменту ты будешь уже мертва. Не сомневайся, что и тебя на тот свет заберу. Пропажи Амрита никто не заметил. С ним же ушли несколько его людей. Ты отвлекла Вимала, это сыграет важную роль. Приянка взвизгнула. Мы тратим время. Ты обещал помочь, Дубей. Как долго мне ждать его душу? Времени нет, я начинаю. Она направилась к Кирану. Не смей! Ей нужна моя душа. Больная, просто больная женщина. От ее воплей в зале поднялась суматоха. Начинается. Амрит пропала, потому некому было указывать его людям. Людям Киллиана. Я резко подняла руку с кольцом вверх, окликнув людей Амрита. Все, все вы, посмотрите сюда. Отныне я главная госпожа дюжины и культа по просьбе молодого господина Дубея. Госпожа? Его нет, а поэтому слушайте меня. Что происходит? Что-то, значит, Амала задумала. Вимал рассмеялся. Вот она, будущая причина всей вашей гибели. Люди Вимала пытались всех отвлечь, начали на них бросаться. Но мои слова и фамильное кольцо произвели нужный эффект. Я буду причиной гибели, но не их, а твоей. Пробиваемся вперед, не щадите предателей. Наши люди взревели, сжали клинки крепче и ринулись в бой. Ну ладно. Ты приняла на себя роль главной госпожи Бенгалии, тебя будут слушаться. Вимал, вы безумцы. Вы все никогда не покинете сансары. К Рейтену никто даже не прикасался. Он стоял чуть в стороне, глядя прямо на виновника бойни. Молчаливый наблюдатель, как и всегда. А как к нему прикоснуться? Он же бог почти, ну, часть бога. Нас это не пугает. Все будет решать богиня, не аватар. Вимал с усмешкой отошел в сторону, смакуя зрелище. Он будто ждал определенного времени, чтобы начать свой ритуал. Рейтен же старался не вмешиваться, но, видя весь ужас царивший вокруг, он понял, что бездействовать не может и направился к Вималу. Началась бойня. Страшная, жестокая и совершенно безумная, где было сложно понять, где свой, а чужой. Где чужой. Моя реакция оказалась недостаточна для сражения. Я не могла драться на должном уровне или хоть как-то помогать. Я растерялась, но Киллиан схватил меня за руку. Вперед, Амала, к алтарю. Я помогу Лиме от Экерану. Ес, босс. Вдвоем мы справимся быстрее. Надо как-то попасть туда. Мы попытались пробраться ближе. В этот момент Киллиану подскочили двое мужчин с кинжалами. Первый замахнулся так, чтобы попасть остреем в грудь. Лайтвуд увернулся, замер в ожидании или пнул. Пнул, наверное, его. До того, как противник успел что-либо сделать, Киллиан грубо ударил его ногой в живот, повалив на пол. Следующий нападающий подоспел мгновенно. Он вцепился мне в руку, желая отшвырнуть меня. Киллиан отвлекся, разбил ему нос. Прижал меня к себе. Лайтвуд не позволил нам разделиться вместо этого, грубо толкнув плечом так, что мужчина потерял равновесие и упал. Его затоптали. Блин, что за бред? Ладно. Третьего противника Киллиан заметил издалека. Он бежал прямо на нас, набирая скорость и явно желая слету отсечь нам обоим головы. Здесь вариант был один. Киллиан выстрелил в него. Ну? Он бы еще за день предупредил, что бежит нас убивать, чтобы я наверняка подготовился. Блин, это вообще бред. Вы тут не видите? Котик лежит. Греет меня. Мне прям жарко уже стало. Лайтвуд держал пистолет на готове, сразу прицелился и сделал один меткий выстрел. Мужчина рухнул. До алтаря оставалось совсем недалеко. Мое сердце забилось быстрее, когда я увидела, как приянка что-то делает с Кираном, тянет свои пальцы к его рту. Он мотал головой и кривился. Она мучает его Киллиан. Их здесь охренеть как много. Кого-то Лайтвуд грубо бил локтем, в кого-то стрелял. Он дрался просто великолепно. Чья-то кровь уже успела испачкать его тату. В жизни большой и массивный, а в деле оказался невероятно ловким и быстрым. Я не знаю, как нам ускориться. Киллиан подобрал с земли маленький кинжал, лежащий рядом с мертвым, и спрятал его. Киллиану внезапно присоединились еще несколько людей в синих шервани. Рядом с ними сражался высокий статный мужчина, обратившийся ко мне на Бенгалии. Беги, госпожа Басу, Шарма на вашей стороне, и мы их возьмем на себя. Если доберешься до этого Асура, всади ему кинжал в самое сердце и скажи, что это подарок от Авура Шарма. Спасибо. Авур, глава семьи Шарма и Мушлалит, переключил свое внимание на бой. Киллиан взял меня за руку и потянул к алтарю. Киран убедил Шарма принять сторону Амрита, а они сражаются с вами. Класс, ребят. Ну, короче, мне кажется, мы победим в этой серии. Так что все окей. Бежим быстрее. Там впереди еще есть с кем подраться. Мы кинулись дальше. Приянка хотела дать Кирану остатки своей отравы, однако ее сбил с толку радостные вскриклимы. Они идут уже близко. Берка оживилась, но услуги грубо осадили ее. Приянка махнула рукой и опасливо проворчала. К черту, отвар! Я уже достаточно им тебя поила. Лучше перейду к главному. Господи, ох, как бесит. Благодаря помощи Шарма, вы двигаетесь быстро. Приянка не успела отравить Кирана. Не поила самое важное в моем ритуале, малыш. Она достала лезвие. И все стало зеленым. Увидев нож, я жутко испугалась. Киллиан! Дернула Лайтвуду за рукав, а затем, не дожидаясь ответа, опрометью кинулась к брату. Приянка держала кинжал прямо у лица Кирана. Что она собиралась делать? Сколько у меня времени? Мы были уже совсем близко к алтарю, однако несколько людей в ходе боя толкнули меня, и я повалилась на пол. Киллиан, закончив с одним из подручных Вимала, быстро помог мне. Ее нужно срочно остановить! Стреляй в нее! В руку, ногу, голову! Мне плевать! Лайтвуду не нужно было повторять дважды. Он прицелился. Но на него тут же бросились двое, пытаясь ранить. Блин! Черт, не могу прицелиться! Я их отвлеку! У меня отшибло любое чувство страха. Я только делала, не думала и не сумею действовать иначе, пока не помогу брату. С этими чувствами я прыгнула на мужчин, вцепилась им в волосы и глаза, расторапала кожу. Один выругался, второй завыл от боли, пытаясь отмахнуться от меня. За одного из них я крепко ухватилась, не позволяя ему отойти. Это дало Киллиану пару секунд, чтобы прицелиться и не терять времени. Раздался выстрел. Приянке он в плечо долбанул. Приянка сжала плечо. Нож выпал из ее рука, она рухнула на колени. Порвачь от меня! Она отползла в сторону, пытаясь спрятаться. Благодаря тебе Киран не получил увечья. Киллиан побежал помогать Лиме, а я пыталась освободить брата. Я успела лишь повернуться к нему, как меня сбил один из охранников. «Госпожа, здесь ваши полномочия заканчиваются!» «Ты? Живой? Так еще и Шудру у алтаря!» «Мечтала, чтобы меня убили там, как и всех остальных?» «Да, нет, мечтала убить тебя сама. Ты совершаешь ошибку. Ну, наверное, ты совершаешь ошибку. Я не хотела его убивать». «Тебе суждено погибнуть за это. Лучше беги прочь!» Хансал рассмеялся, сомкнув руки на моей шее. «Я вцепилась в него, но не могла даже ослабить его хватку. От иступления его пальцы сжимались сильнее. «Мне нужно чуть больше мощи, чтобы выбраться и первый сломать ему шею». Блин, как жестоко. Дальше за меня действовали инстинкты. Собрав все силы, я выудила из ткани юбки младший наследный клинок Дубеев, а затем всадила его Хансалу прямо в шею. Хватка ослабла. Я жадно и глубоко вдохнула, а затем закашлялась. Хансал же обмяк, захрипел, а затем медленно осел на пол. Я спешно выползла из-под него, потирая пульсирующую от боли шею. Я убила его. Это взволновало меня. Он мертв. Причитать не было времени. Я тут же подползла к Кирану. В темном углу тем временем Вимал наблюдал за кровопролитием. Ему нравилось. Он с наслаждением думал о том, как темная мать насытится, как много жизненной энергии он для нее приготовил. Он мудрый, хитрый правитель. Чтобы не марать руки, Вимал ждал, когда его люди расправятся с подручными Амрита. Ему были необходимы лишь двое, Амала и британская девушка. Киран его мало интересовал. Он предложил при Янке выменить душу мальчишке на помощь. Махакали трансформировала бы его жизненную энергию в будущее дитя при Янке. Тетка до сих пор бредила материнством. Но она уже сделала для него все, что могла. Подслушивала, наблюдала, докладывала о каждом шаге. Он согласился на ритуал лишь из-за обещания. Если он сорвется, Вималу все равно. Ему нужны мессия и рыжая девушка в роли невинной, которых он принесет в жертву. Кем будет виновный? Племянничек? Бестолковый амбал из Британии? А это уже второе дело. Ты совершил ошибку. Махакали не похвалит тебя, обречет на вечные невыносимые страдания. Вимал едва заметно дернулся от неожиданности. А, Махадева Рита Шива. Это все пустые слова. Даже тебе, аватару бога, не дано знать всего. Махакали слишком велика для того, чтобы ты мог предугадать ее действия. И зла ты мне не можешь причинить. В ту же секунду замертво падешь. Ты прав, бестолковый смертный. Не могу. Почему? Но разве они не смогут? Рейтан, молодец. Рейтан взмахнул ладонями. Тот час завыли нечеловеческие загробные голоса. Со стен потянулись руки мертвых. Не смеешь, ты не смеешь. С удовольствием продемонстрирую тебе обратное. Рейтан, молодец. Нас окружил жуткий и до боли знакомый вой. В подземелье здесь и там возникали фигуры мертвых, измученных и озлобленных пхутов. Люди начинали кричать. Я с удивлением заметила, что пхуты бросаются только на людей Вимала, избегая подручных Амрита. И до меня дошло. Мехенди и Рейтана. Их нанесли перед тем, как явиться сюда. То была не кровь на Тату Киллиана, а Мехенди. От напряжения даже не разобрала рисунка и списала все на грязь. К алтарю вернулся Вимал. Он сжимал в руке жреческий кинжал и отмахивался от пхутов. Однако этим оружием невозможно причинить такую же боль, какую способны вызвать наследные реликвии. Поэтому Вимал мог защитить лишь немногих своих приспешников, поставив их рядом. Другим же приходилось сражаться, полагаясь только на свои силы. У Вимала неприметный жреческий нож. Он лузер. Он слабо защищает от пхутов, они могут нападать на людей поблизости. Дубей направился к Лиме, чтобы забрать ее в свои руки. Он понимал, что может проиграть, поэтому начал охоту на главных жертв. Керан был ему не нужен. Лиму оберегал Киллиан. Пара выстрелов и часть подручных Вимала упала замертво. Но еще несколько кинулись толпой. Лайтвуд принялся яростно отбиваться. Уроды! Убью! Давай, Киллиан! Если что, это плохо. Но в этой игре так надо. А что делать? Вимал был уже рядом с Лимой. Ублюдок, если убьешь меня, я дождусь тебя на том свете. Жаль расстраивать тебя, девочка. Но принесенные в жертву навечно остаются во тьме. Навечно. Навечно. Подручные схватили ее и поставили на ноги. Вимал запустил пальцы в ее рыжие волосы. Это видел Рейтан. Его охватило чувство, редко доступное богам. Беспокойство. Он что, влюбляется в нашу рыженькую девочку? Он жал пальцы, отзывая своих подданных. Возможно, он испугался за Лиму. Но сильная бледность говорила о недостатке сил. Рейтан берег их, вероятно, для худшего исхода. Блин. Лима. Киран уже был в моих руках. Второго подручного загрыз Пхут. Я прижимала к себе брата, чтобы никто не тронул его. Мне придется показать вам, что случается, если меня не слушаешься. Я мог бы принести ее в жертву быстро и безболезненно, а теперь ей придется помучиться. Он замахнулся. Нет. Его руку внезапно кто-то остановил. А? Ты слишком низко пал. Это уже за гранью. Риши. Риши. Риши? Ты предаешь собственные принципы. Нам нужна кровь невинной жертвы, разве нет? К чему заставлять ее страдать? Ты прикрываешься религией, а на деле просто жестокий садист. Его голос был твердым и уверенным, однако я хорошо помнила, какой страх Риши испытывал перед отцом. Я осознавала, как много усилий прилагает сейчас, чтобы противостоять ее, ему. Вимал медленно повернулся к сыну. Ты, слабый, бестолковый щенок, смеешь учить меня? Я не буду слепо подчиняться тебе лишь потому, что ты мой отец. У меня есть понятие чести, правды, я бы не причинил вреда семье. У меня есть сердце, в конце концов. Люди вокруг были поражены тем, что сын пошел против отца. Настолько идеология Вимала Дубея была безумна. Ты ничего никому не делаешь во благо. Упиваешься властью, прикрывая это заботой о нашем обществе. Довольно. Вимал привычным жестом размахнулся, чтобы дать пощечину. Раздался громкий шлепок. Щека Риши мгновенно похоровела. Похоровела! Он медленно повернулся обратно к отцу. Ты за все ответишь. Не смей трогать ее. Но худшее только начиналось. Ребят, мне кажется, в этой серии не закончится эта история. Вимал грубо толкнул сына на второй ярус алтаря. Риши этого не ожидал, оступился и упал. Ты сошел с ума? Нет, я просто избавляю себя от позора семьи. Дубей спрыгнул вслед за Риши. Он все так же сжимал кинжал. Риш попятился, но сзади его ждали еще двое людей отца. Ты делаешь ошибку. Ты прав. Я не самый добрый, но и не такое чудовище, чтобы сделать это. Все-таки есть тебе что-то человеческое. Отец не может так поступить. Вимал поднял взгляд на своего помощника. Убей его. Дубей развернулся и поднялся обратно к алтарю. Это абсурд. Членов дюжины убивать нельзя, кто-то сказал. Он младший наследник Дубеев. Это безумие. В толпе раздались возмущенные крики. Нам давно пора очистить наше общество от крыс. Кто-то сказал еще. Он перечит отцу. Это нельзя просто так оставить. Мужчина приставил нож к горлу Риши. Блин. В подземелье раздался очередной грохот. Это дало Риши Дубею две спасительные секунды, чтобы вцепиться в лицо своему убийце. Лезвие рассекло ему ладонь. Риши смог высвободиться, но за ним никто не погнался. Все отвлеклись, повернувшись к источнику шума. Через несколько секунд входная дверь распахнулась. И там в проходе стояли Амрит и Габриэль, а позади них группа британских наемников. Амрит ухмыльнулся. Не брезгуем ничем в нашей борьбе, да, дядя? Он сам их привел. Грант. Лайтвуд мягко придерживал Лиму. В игру вступила третья сторона. Ну, наконец-то. Первая ночь Кали-Пуджи полностью напитана кровью. Люди старшего Дубея неслись, чтобы убить людей Вимала. И тех, и других стремился перебить отряд Габриэля. Люди прятались от пуль за мертвыми телами. Погибнуть низшей смертью страшнее, чем от Каледасы. Никто никому не помогал. Здесь все были врагами и желали друг другу смерти. Жестокой, бесславной и быстрой. Из ниоткуда сзади меня схватил Вимал. А? Нет. Он прижал меня к себе и закричал так, чтобы всем было слышно. Я ее убью сейчас, если не перестанете, клянусь. Больной придурок. Вимал приставил к моей глотке кинжал. Нет, они не должны его послушать. Я опережу его и пролью свою кровь сама. Давайте. Ну, раз мы психи, то давайте так. Это обезоружит Вимала, гнев богини. Он лишится козыря и растеряется на несколько секунд. Кому-то из наших должно этого хватить. Я дернулась, ловко поместив между кинжалом и кожей свою руку. Что ты? Он не успел договорить. Я резко надавила на лезвие и поранилась. Безумная. Ты вспомнила о ценности своей крови и пролила ее сама. Это сыграет роль. Тебя я убью. Я. Он обхватил мою ладонь. Милость богини. А затем сильно сжал ее в своей, чтобы лезвие как можно глубже вонзилось в кожу. А кровь потекла тонкой струей. Капли упали на алтарь. Ну что, все еще сомневаетесь? Хочешь смерти мессии? Пусть явится та, кому ты так отчаянно служишь. С кровью Амалы пробудить ее будет еще легче. Это большая, большая ошибка. По подземелью прошла странная вибрация. Ну все, ребята, сейчас что пошло просто? Факелы загорелись ярче. Красный свет раздражал глаза. Сводил с ума. Дубей засмеялся, воздев руки к потолку. Да, Махакали чувствует кровь мессии. Она жаждет испить ее больше. Махакали скорее рассержен от твоим безумием, за которое придется платить. Стоя сзади, Вимал схватил меня за шею и приблизился к уху. Зашептал так, чтобы услышала лишь я. Что он там шепчет? Амрит покрутил перстень на пальцы, понимая, что предпоследний этап пройден. Голос Вимала звучал совсем близко. Знаешь, твоя мамочка была очень умной девочкой. Почему она уехала? Может, она не боялась, что ты родишь мессию? Она изначально догадывалась, что мессия – это ты. И каждый новый признак все больше указывал на это. Доверник Арейтон, когда вышел на нее, сразу все понял. Брат поставил Джатсане условия, чтобы она без лишнего шума ехала сюда. Иначе бы мы пообщались напрямую с ее детками. Упырь. Девдас еще как-то хотел вернуть ее к делам, но я знал, пропащая баба. Замолчи. Она умоляла не трогать вас, стоя на пороге смерти. Обидно, что ваша мать уехала в Индию, слова вам не сказав. Но иногда мне свойственно нарушать обещание. Хоть она и послушалась, защищая вас, я все равно ее убил. Говорил же, не рожай мессию Джатсана. Хм. Девдас был в ярости, даже перестал мне доверять, но смог простить. Что с него взять? Слабак. Грудь полоснула жуткой болью от осознания, что мама пожертвовала собой ради нас. Лишь бы нас не тронули, не потревожили и не утащили обратно туда, откуда она так отчаянно бежала. Я любила ее, скучала по ней и не ошиблась. Она до последнего вздоха нас защищала. Вимал заговорил громче, обращаясь ко всем. Ты изначально верила, что Джатсана не бросала своих детей. Нам не познать ее безумие. Она с нами в то же время, всеми отвергнутая. Смерть мессии. Ах, мессия всеми желанна, всеми отвергнута, всеми родная, всеми чужая. Амрид вдруг удивленно распахнул глаза. Слова дяди натолкнули его на какие-то совершенно другие мысли. Он оцепенел от осознания невероятной истины. Амрид вытащил каледасу и молниеносно добрался до алтаря, где был Киран. Кир даже не успел ничего сказать, как и Вимал отреагировать. Схватив моего брата за плечо, Амрид потянул его за собой. Что ты делаешь? Бужую темную мать! А? Амрид взял Кирана за руку и, не говоря ни слова, полоснул кинжалом по его ладони. А! Какого черта? Затем Амрид встряхнул руку. Кровь брата окропила алтарь. Ну, наверное, мессия все-таки Киран. Давай, я же прав. Киран поделился видением о предзнаменовании. Благодаря этому Амрид обо всем догадался. Еще несколько факелов вспыхнуло. Наконец, Амрид добавил и третью кровь, свою, из священного древнего рода брахманов, как проводник. Вимал настолько был заворожен этим действием, что отпустил меня и наблюдал. Нет, я не мог ошибаться. Девдас мне обо всем сам сказал. Он тебе не верил и оставил в дураках. Время проснуться, наша госпожа. Мессия явится в грядущую калиюгу накануне Дурга-Пуджи. Каждому чужая, каждому родная, желаемая и отвергнутая всеми. Смешанная кровь, что прольется на родной земле, пробудет темную мать. В глазах Мессии плещется гнев, и в ее глазах светится милость. Подобно яркому лучу, она призвана рассеять тьму и очистить мир. Две части одного целого станут новым началом или концом. Две части, две Мессии, брат и сестра. А-а-а, а-а-а, точно. Охренеть. А-а-а, стены задрожали. Пока Вимал отвлекся, я отстранилась от него и бросилась к Кирану. Брат поймал меня, прижав к себе одной рукой. Я почувствовала, как колодится его сердце. Вот он, вот ответ на все вопросы. Какие красивые они. До смешного простой и короткий. Ответом были мы. Я почему-то думала, что Киран ниже Амалы. Ну ладно. Киран и Амала Басу. В одном больше от мужчин Дубеев, в другой от женщин Басу. Но ни один не обладает чистой кровью. В Киране все же было что-то от крови кшатриев, а во мне от брахманов. И вместе с этим мы чужаки для обеих каст. Мы чувствуем себя лишними в Англии и в Индии мы тоже не свои. Но в то же время близки им всем. Смешанная кровь. Два именитых рода. Две разные этнические группы. Мы с рождения воспитывались под влиянием двух культур. Амала — кристально чистая. Киран — солнечный луч. Мессия пробудет темную мать, которая, подобно лучу, очистит мир от грязи. Лишь мы одни есть друг у друга. И мы здесь, чтобы остановить это безумие. Две части одного целого станут новым началом или концом. Киран смотрел на свои руки, не в силах поверить в нечто подобное. Кто он? Все это вокруг. Яростная борьба одних против других в пламени, которое охватило многовековое пристанище Махакали. Киран рассмеялся. Безумие. Амала — это безумие. И оно сводит меня с ума. Рейтен ошибся. Даже он не мог предугадать этого. Видимо, психотропный отвар при Янке повлиял на брата. И часть басу в нем достаточно сильна, чтобы... Кир сжал пальцы от нахлынувшего жара. Через несколько мгновений его словно объял внутренний неуправляемый огонь. Ну, понятно. Все. Поехали крышей все. Ну, блин. Кир. Подземелье наполнилось властным хохотом. Огромная тень мелькнула на стене, скользнув по статую богини. Все испуганно стали озираться. Предчувствие кого-то великого посетило каждого из нас. Махадеви проснулась от долгого сна. Она явилась к своим детям, чтобы начать финальный этап существования мира. Ну вот. Здравствуйте. Продолжение следует. Да, как я и думала, на этом история не закончилась в этой серии. Класс. Ну что, ребят, мы с космокотом, честно говоря, устали очень. Я прям спать хочу. Я пока читала эту серию, у меня просто уже, знаете, ощущение такое, как будто я провалилась куда-то в видение сама. Вот так действует игра. Вот что сказать? Что сказать? Ну, видите, в этой серии все не закончилось. Значит, и в следующей не закончится. И, наверное, только в 15 серии. Может быть, мы узреем финал этой эпичной борьбы. Хотя, может, 15 серия будет показывать нам о том, как Амала с Амритом поженились. Любовь, морковь, все дела. У них родились дети, все счастливы. А может и нет. Ладно, посмотрим, посмотрим. Если вам понравилась эта серия, ставьте лайк. Я даже не знаю, что еще сказать, потому что хочу спать. Пишите комментарии любые. Просто напишите хоть что-нибудь хорошее. Спасибо всем за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.